Проезжая на автобусе, увидели чудесную бухту с множеством яхт. Это город Биргу, старое название города Витториоза, что в переводе с итальянского означает «победоносный город». Небольшой город на Мальте, который сыграл крупную роль во время осады Мальты османами в 1565 году. После прибытия на остров рыцарей-госпитальеров, Биргу стал их столицей. Еще до основания города Валетты. Памятник, посвященный Дню Свободы. 31 марта 1979 года последние британские войска покинули Мальту. Впервые за тысячелетие Мальта больше не была военной базой иностранной державы и стала независимой. В Биргу мы позже отправились на пароме. На паромах на Мальте также быстро и удобно перемещаться, не хуже, чем на автобусах. Маленькие городки на Мальте как бы слеплены друг с другом и трудно заметить, где кончается один город и начинается другой. Проходим мимо форта Святого Анджела. Как много красивых яхт. Интересно, сколько они могут стоить. Это пристань для яхт. Гранд Харбор. Хочется посмотреть на них поближе. Это мой размерчик. Это же надо, как хорошо надо было учиться, чтобы такую яхту потом купить. Многие яхты заходят на Мальту для ремонта и различного технического обслуживания. Мальту для ремонта и различного технического обслуживания. Яхту вполне можно взять в аренду и покататься, если у вас есть такое желание. Желание покататься примерно на такой яхте будет стоить от 125 тысяч долларов в неделю и выше. Плакат. На пристани нельзя купаться, ловить рыбу и срать собакам. Но рыбаки безмятежно ловят рыбу. А коты чувствуют себя довольно вольготно. Дают себя погладить. Около форта Сант-Анджело стоит какой-то древний паровоз. Чувствуется долгое присутствие англичан на Мальте. Ещё немножко яхт. Вот такую яхту, я наверное смог бы себе купить. Проходим около форта Сан-Анджело, в котором в течение некоторого времени держали под стражей Караваджо. В наше время, Мальтийский орден арендует у Мальты верхнюю часть форта. Сегодня, Мальтийский орден имеет статус наблюдателя при ООН и Совете Европы, поддерживает дипломатические отношения со 105 странами. Орден также выдаёт собственные паспорта, производит валюту. Правда, только монеты. И выпускает почтовые марки, продажа которых является одним из способов пополнения казны. 4 часа дня. Джентльмены пьют и закусывают. Рыболов пытается что-то поймать. Поднимемся по металлической лестнице в город. Город Биргу таит ещё много загадок древних подземелий. Подходя к дворцу инквизиторов, разные вещи попадаются. Как мне показалось, это инквизитор производит дознание с пристрастием Иисуса Христа. Дворец инквизиторов. Памятник очередному святому. Город до сих пор окружают укрепленные городские стены. Мастер реставрирует типичную мальтийскую лодку. Отправляемся обратно на паром, возвращаемся в Валетту. Оживлённый пролив, чуть на какой-то сухогруз не наскочили. Различные плавсредства можно увидеть, находясь на Мальте. На пароме возвращаемся в город Слиму. Зашли в ресторан, попробовать знаменитое блюдо, кролик по-мальтийски. Это тушёный кролик в чесночном соусе. Довольно вкусно, если вместе с мальтийским вином. Для тех, кто досмотрел до этого момента, ещё бы хотелось бы сказать пару слов о мальтийском пиве. Хоть воды на Мальте своей нет. И пить из крана её не рекомендуется. На Мальту привозят воду, как я понял, из Италии. Но пиво, цейск, или как мальтийцы его называют, чиск, замечательное. Очень рекомендую. Если удалось посмотреть это видео до конца, тогда не грех и подписаться на мой канал. А пока всё на сегодня. Продолжение, несомненно, будет. Субтитры сделал DimaTorzok